ребята всем привет сегодня рад вам показать вот такой спортивный мобильчик это ford puma немножечко про него рассказать интересного собственно этот небольшой автомобиль сделан на одной платформе с автомобилем ford fiesta конкретно вот этот puma таком кузове появился в 2019 году до этого ford тоже был автомобиль под названием puma в 2000-х по моему в 2000-х или в 90-х но в 2000-х он еще выпускался точно это другая тачка вот это раньше как бы а нет есть еще и кабуст тоже маленький кроссовер но помните да как выглядит и кабуст и вот смотрите как выглядит ума интересненько а это еще ст версия то есть она про спорт про скорость и мы сейчас с вами посмотрим это начнем давайте с визуального знакомства с мобилем то есть помимо такого-то интересного рисунка на решетке радиатора и литеры ст спереди автомобиля мы видим интересные элементы по всему кузову например вот эти такая типа приспортивная юбка с надписью ford performance передние пароктроники кстати говоря присутствуют по всему бамперу то есть несмотря на то что машинка маленькая она оснащена пароктрониками и я уже упоминал о том что мне этот автомобиль немножко напоминает porsche не знаю как у вас если такая ассоциация спереди он напоминает кого-то из легковых porsche возможно как будто бы по на меру ну возможно отдаленно на а сзади кого-то из их кроссоверов давайте посмотрим ну вот наверное с такого ракурса какой-нибудь макан типа или типа того вот возвращаясь к визуальному исполнению вот мы видим да то есть с на заднем бамбере тоже такое спортивная то есть спортивная форма двойная раздвоенная выхлопная труба а тут есть задние парктроники тоже мы видим вот широкие диски прям для такого размера автомобиля они прямо очень широкие красные суппорта как все пацаны наши любят я тоже себе хотел помню красить на фокусе суппорта в красный цвет на руки не дошли а тут все уже из коробки тут тоже красный суп суппорта резина кстати говоря вот это michelin пилот спорт 4s это типовая резина для высокоскоростных автомобилей с пиццом разработана у нее индекс скорости y до 300 километров в час можно на таких шинах ездить но забегая вперед могу сказать что этот пунктчик этот ford puma 300 км в час сделать не может максимальная скорость у него 220 км в час но о технической составляющей мы еще поговорим с вами давайте заглянем в багажник сначала и посмотрим у маленькой спортивной машины какой будет размер для полезного груза в салоне так тут почему-то вот этот как бы предполагается что она будет так вот задерживаться она почему-то болтается шторочка вот такой размер багажничка небольшой что мне показалось очень интересным то что под полом вместо запаски и я увидел огромную нишу сейчас я вам ее продемонстрирую сразу включу подсветку чтобы туда заглянуть в кроличью нору вот посмотрите то есть я предполагал что тут будет запаска тут огромнейший отсек может быть она тут и должна быть идут кстати тоже полезное пространство даже если вот сюда представить будет запаску которая кстати мне кажется не влезет учет на того что тут а тоже здоровущие колеса тут тоже везде под полом куча места что тут есть еще тут есть розеточка 12 вольтовая типа прикуривателя подсветка с одной стороны вот багажник открывается вручную вообще по вину автомобиля он как будто бы принадлежит к немецкому региону то есть завод где-то как будто бы в германии но на википедии написано что пумы собираются в румынии может быть они там и там собираются вот давайте заглянем салон начнем давать с переднего ряда вот такая форма зеркал контроля слепых зон нету подсветка подсветочки тоже нету зато есть камера посмотрите тут есть камера получается машина упакована на и парктрониками и камерами и она еще и небольшая по размеру поэтому как бы максимально удобно будет в узких пространствах на таком машине первое что бросается в глаза когда мы заглядываем салон это вот эти красивейшие ковши которые прям как будто приглашают тебя в свои объятия выполнены они из натуральной кожи и замши вот часть замши также вот эта часть регулируется выдвигается чтобы по длину подушечки можно было регулировать но все все регулировки кроме кстати не все вот сказать что все механические но нет тут вот есть кнопочка электрической регулировки на на кого-то дублирует то есть я вижу что а я думаю что вот это да вот эта кнопочка она отвечает за эту подушку скорее всего или а нет нет смотрите это тоже механическая то есть это механическая регулировка вперед-назад тоже механическая регулировка двигать сидение наклон механическая а вот для чего тут электро я пока не разобрался может быть дублирует да вот так выглядит салон автомобиля вот так встречает нас открытая дверь дверная карта тут есть смотрите сразу маленько маленько сегменты хранения рядом с ручкой на и довольно большой кармашек то есть он имеет неровный пол глубоко достаточно лет вот до сюда так потом мы с вами еще заглянем под капот по поводу здоровущих колес они тут по моему 19 радиуса кстати а кстати на дисках прям диски спецом ст версии видите литера ст прям на диске то где размер до 19 радиус мне кажется в ту нишу они и не поместятся даже на помимо кстати говоря вот этих вот красивейших ковшей как по мне красивейших у нас по всему салону такая вот красная прострочка идет как бы тоже и на карты дверных на и на панели прибор на вот вдоль воздуховодов и на руле и кнопочка старт-стоп тоже красненького она виднеется ну и на центральной тоже консоли на ручнике на селекторе переключения передач да знаете а когда я видел это сиденье мне прям захотелось поскорее сесть в них настолько они заманчиво выглядят пойдемте посмотрим про машину заодно ох прям проваливаешься классно про ее технические характеристики красиво нас встречает надписи ст на системе мультимедиа собственно коробка достоверсия механическая шестиступка до что выглядит очень правильным для ст версии очень все под руками за счет небольшого размера автомобиля так давайте масштаб увеличим меньше вернее довольно приятно руль лежит и все под рукой то есть компоновка ну компоновка зачет по мне то есть сидишь а не чувствуешь себя в тесноте в этой машине на как бы но чувствуется что все на своих местах никуда не нужно далеко тянуться очень удобно по техническим характеристикам а значит у ст версии мощность 200 лошадиных сил тут трудится трехцилиндровый рядный двигатель с турбонадувом и электродвигатель то есть это гибрид разгоняется до 100 километров в час этот автомобиль за 6,7 секунд максимальная скорость у автомобиля 220 км в час примерно 220 там около около того там 220 небольшим по значит компоновки салона тут стандартном блок управления светом наружным и подсветка яркость при приборной панели на руле блок управления круизом убавить прибавить звук выключить звук это видимо включение отдельной кнопкой спортивного режима он выглядит так же как в логотипе в литере ст это буковка с что кому говорит что этот спорт про спорт эта кнопочка про спорт управление телефоном если он сопряжен вот это я предположу что управление мультимедиа руль имеет перфорированную кожу в местах хвата где прилива и обычную кожу поверху также перфорированную в этих местах хват ну вот она буквка это 100 логотип на роли ст тоже присутствует так соответственно управление физическими кнопками мультимедиа воздуховоды тут под как будто бы карбон сделано эти вставочки в салоне двузонный климат-контроль нет ни двузонный однозонный вот она вентилятор тоже кстати такой люфт как мы в куге с вами видели а это температура климат однозонный за то есть обогрев сидений обогрев руля и обогрев лобового я посмотрел тут обсе . то есть вся площадь лобового также обогревается ну и режима направления воздуха и обдува стекла и циркуляции кондиционера внизу давайте смотреть а в систему хранения телефон ложится вот так под углом получается при прилегает вот к этой поверхности вот она она дает зарядку помимо этого есть гнездо я вижу вот заглушка нет это не заглушка это это просто так вот выполнено литье видимо то есть то никакой не гнездо сюда вместе телефон и что-то может быть поверх телефона не очень удобно потому что будет царапать телефон например ключи от дома но возможно сейчас мы посмотрим куда еще можно положить остальные вещи а давайте остановимся на селекторе переключения передач тут тоже кожа и вот эта красная прострочка ну гармонично выглядит везде этот красный цвет который как бы говорит я про спорт прикуриватель и зарядник юсб обычный а тайп си я не вижу пока тут в центральной консоли есть кнопки управления автоматическая парковка выключение парктроников и это видимо из п на английский манер ручничок и малюсенький подлокотник честно говоря то свисишь в таких ковшах он как-то и не нужен то есть когда тебя рука прилегает вот и спина вот к этой части сиденья ковша то у тебя как-то рук по руке и она ну не находится практически на подлокотнику он и не нужен да он тут очень маленький тем не менее в нем также есть система хранения двухуровневая для мелочей кармашек и для вещей побольше а вот и usb type-c то есть можно заряжаться хочешь таким проводом хочешь таким проводом так ставим кармашек на место закрываем смотрим что тут у нас бардачок вот такого вот размера да я кстати ожидал что он будет меньше машинка небольшой бардачок это недостаточно большой на в автомобиле смотрите присутствует панорамная тоже нет не панорама их два просто два люка над задним рядом над передним рядом центральной консоли мы с вами видим так подсветку лучше оставить кнопочку управления люком а чешник нету не вместился чешник подсветочка салона потолок черный чем нам свете все сделано стандартная козырек стандартный с этим каким-то зеркальцем так пойдемте на задний ряд если здесь чувствовал просто отлично места мне хватило честно говоря ковши обнял прям как родного очень удобно сидеть не знаю конечно как на дальних поездках но вот просто посидеть мне понравилось тут мы видим все те же механические регулировки что у пассажира включая вот эту регулировку выдвигающейся части подушки сидения пойдемте назад посмотрим так дверь давайте оставим открытой чтобы было посветление получше видно вот задний ряд я давно хотел вам его показать самого начала но оставил на потом как по мне он своей наверное размером а также формой напоминает задний диван в какой-нибудь бмв-трешки какой-нибудь вот е-92 кузове не знаю если у вас такие ассоциации заглядываем ух я прямо знаете приложился немножко головой вот это вот низкую на входе как бы форму кузова давайте смотреть что из сзади сзади есть сеточка и маленькая система для хранения алюсенькая это все что есть у задних пассажиров при этом сам за собой я сел и но вплотную практически тем не менее мне не нужно там как-то ноги ставить там боком чтобы вместиться вот но я люблю ездить немножко согнув ноги возможно за человеком моей же даже комплекции с другой посадкой будет уже не так вольготно подлокотника нету но зато я вижу что сиденья складываются пропорции 60 на 40 то есть вот вот она линия раздела тут есть подсветка салона шторка открывается руками шторка люка а сам люк просто не открывается то есть он статичный если передний люк открывается он кстати говоря довольно большой вот с этого ракурса это видно то задний люк он не открывается открывается только шторка ну и мой любимый ракурс на салон автомобиля вот эти ковши спортивные можно взять ракурс чтобы они не мешали нам любоваться интерьером машины убранством вот кстати обратите внимание раститель добавляет накладочки на педалях вот такая машина получилась ford puma в версии ст если у вас остались какие-то вопросы или появились в процессе просмотра пишите мне их в комментарии я буду вам на них отвечать и и будем обсуждать автомобильные темы надеюсь это было интересно буду рад вас видеть на моем канале давайте еще раз такой скажем общий план машинки возьмем посмотрим ее визуально конечно на выглядит стильно очень интересное решение